Приветствуем вас, дорогие друзья, уважаемые наши телезрители. Сегодня нашу программу мы посвящаем теме сахарного диабета, который по определению Всемирной Организации Здравоохранения назвали неинфекционной эпидемией 21 века. В нашем пресс-центре собрались специалисты, готовые ответить на самые важные, самые актуальные вопросы. Итак, мы начинаем. В Карачаево-Черкесии кратковременный дождь, в отземных районах сильный, гроза. Ночью в горах со снегом, местами туман. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-20. Температура ночью 3-8, в горах минус 3, плюс 2, а днем 11-16 выше нуля и местами плюс 2-7. В Черкесске кратковременный дождь, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Днем будут порывы до 15-20. Температура ночью 6-8, а днем 13-15 градусов тепла. Итак, каждые 10 секунд в мире становится на 2 больных с сахарным диабетом больше. Это примерно 7 миллионов человек в год. А как обстоят дела в нашей республике? Итак, первый вопрос вам, Зальфия Абойсуфовна. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, на сегодняшний день в мире страдают с сахарным диабетом 347 миллионов человек. И по прогнозам экспертов, в 2030 году эта цифра будет составлять 600 миллионов человек. Россия занимает 4-е место в мире по числу больных с сахарным диабетом. В 2021 году в России зарегистрировано около 50 тысяч детей больных с сахарным диабетом. Для сравнения, в 2015 году эта цифра составляла 28 тысяч. У нас в республике на сегодняшний день зарегистрировано 14 491 человек с сахарным диабетом. Из них 167 детей. Сахарный диабет – это мировая проблема, которая с годами только растет. Сахарный диабет – это социально значимое заболевание, поэтому оказываются меры государственной поддержки. В феврале этого года, 3 февраля 2022 года, на встрече президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с членами общественной организации «Деловая Россия» было отмечено, что сахарный диабет все больше превращается в вялотекущую, тихую пандемию. И президентом Российской Федерации было поручено Министерству здравоохранения разработать новую государственную программу по борьбе с сахарным диабетом, проработать вопросы с Министерством финансов и ее реализации. Создана рабочая группа под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, которая будет работать над проектом «Государственная программа по борьбе с сахарным диабетом». И, возможно, эта программа уже стартует в этом 2022 году. Президент нашей страны подчеркнул особо, что это касается здоровья нации. Я знаю, что вы возглавляете детское бюро по медико-социальной экспертизе, и детская тема вам, наверное, ближе всего и близка и знакома. Как устанавливается инвалидность детям с сахарным диабетом? На сегодняшний день мы работаем по постановлению правительства Российской Федерации номер 823. И всем детям с сахарным диабетом, с инсулинзависимым сахарным диабетом устанавливается категория ребенок-инвалид сроком до 18 лет сразу. С 1 июля этого года вступает в силу новое постановление правительства Российской Федерации номер 588 от 5 апреля 2022 года, по которому также это закреплено. То есть все дети с сахарным диабетом получают категорию ребенок-инвалид сразу и до 18 лет. Но еще один вопрос, который, я думаю, будет интересен, ответ на который будет интересно услышать нашим телезрителям. Вот, Инна Викторовна, нужно ли обращаться родителям детей с сахарным диабетом за заключением психолога, медика, педагогическую комиссию? Родителям, законным представителям не требуется наше заключение в исключительных случаях, когда есть сопутствующие заболевания помимо сахарного диабета. Да, тогда родители, законные представители обращаются к нам, в психолога, медика, педагогическую комиссию для заключения. А вы можете сегодня озвучить порядок обращения? Что для этого нужно? Необходимо обратиться родителям, законным представителям нам в комиссию подойти, получить перечень документов. Дальше уже проходит обследование деток, и как врачами, так и педагогами. И по окончанию обследования выдается им заключение о психолога, медико-педагогической помощи детям. Ну, раз уж мы коснулись детей, то, наверное, главное место, где ребенок пребывает большую часть своего времени, это школа. Давайте поговорим сегодня о школьной жизни ребенка, ребенка с сахарным диабетом. С какими затруднениями сегодня он сталкивается? И требуются ли специальные условия для обучения таких детей? С ребенком может находиться сотрудник, который может распознать симптомы ухудшения состояния ребенка, оказать медицинскую помощь. Не всегда в школьных столовых есть специальное питание для таких детей. Учителей школы необходимо информировать о том, как важно ребенку с сахарным диабетом вовремя поесть. И что может случиться, если не провести все необходимые процедуры. Если ребенку необходимо перекусить, надо предоставить ему такую возможность, разрешить ребенку выйти. По возможности учителя, особенно это касается младших школьников, должны проследить за тем, чтобы ученик вовремя поел, провел контроль глюкозы, инсулина, провел инъекцию, создать условия для того, чтобы ребенок мог провести инъекции инсулина. Медицинский кабинет для таких детей должен быть в постоянной доступности. И школьный фельдшер мог бы помочь ребенку рассчитать дозу инсулина, измерить уровень глюкозы, помочь сделать инъекцию. Необходимо провести курсы обучения в школах диабета всех школьных медсестер и фельдшеров. Сегодня слушаю вас и понимаю, что очень много чего должны, но о том, насколько все это есть в наших школах, это другой вопрос, я понимаю. Но в то же время очень много ребенок с пониманием того, что его жизнь фактически зависит от той же инъекции, от вовремя принятого питания, что он очень долго, наверное, до полного понимания, сознания всего должен учиться этим вещам. То есть должна быть школа диабета, которая помогает ребенку жить в полноценной жизни, помогает его родителям, педагогам, людям, которые его окруждают, создавать для него все комфортные условия, все необходимые жизненно важные условия. То есть мы медленно перешли к школе диабета. Существует ли такая школа в Карачаево-Черкесии? В Карачаево-Черкесии существует три школы сахарного диабета на базе детской больницы республиканской, на базе республиканской клинической больницы и на базе эндокринологического диспансера. То есть три школы. В этих школах обучаются дети вместе с родителями принципом самоконтроля, принципом питания. Эта школа позволяет детям вести обычный образ жизни, где учат их питаться обычно, без всяких ограничений, но с подсчетом хлебных единиц, благодаря которым можно будет уже рассчитать дозу инсулина и вести это ребенку. То есть обучены и родители, и дети, больных детей с сахарным диабетом. Вы можете сегодня рекомендовать, когда лучше обратиться в эту школу, с какого возраста ребенка может быть? Вы знаете, в школу не обращаются. При постановке диагноза сахарного диабета автоматически дети уже начинают обучаться в школе диабета вместе с родителями. Родители, бабушки, дедушки, ну все желающие. То есть принципом обучены и дети, и родители. Также и повторное есть обучение детей, у которых есть сахарный диабет. При госпитализации в отделении они проходят повторно обучение в этих школах. Это все здорово, а если коснуться педагогов, допустим, воспитателей, учителей в школах? Ну, учителя в школах, конечно, не обучены. И, как выше было сказано, планируется обучение и учителей школ, и фельдшеров, медицинских работников школ, учебных заведений, обучению принципам самоконтроля. Вот вы говорите, планируется. А когда это будет все вводиться в нашей жизни? На этот вопрос, наверное, кто-то другой ответит, когда это планируется. В настоящее время разрабатывается график обучения в наших школах диабета. И, я думаю, уже летом мы начнем обучать наших медработников, наш средний медперсонал уже принципам оказания помощи детям с сахарным диабетом. Чтобы к началу нового учебного года, в общем-то, они уже... Наталья Александровна, вопрос, наверное, вам можно адресовать. Он касается питания таких детей, как оно организовано в школах, и как часто, может быть, в вашу службу обращаются родители с жалобами на организацию питания детей с сахарным диабетом? Вы знаете, то, что касается обращений в мой адрес по поводу организации питания именно для такой категории детей. На сегодняшний день у нас не поступило ни одной жалобы. Наверное, это может быть и хорошо. Но, тем не менее, наш аппарат это не останавливает. И каждый год, даже не каждый год, а практически постоянно нашим аппаратом, аппаратом, уполномоченного по правам ребенка в Карачаево-Черкесской республике, проводится мониторинг питания, особенно для детей с пищевыми особенностями. На сегодняшний день, особенно после подписания указа президента Российской Федерации о бесплатном питании в школах детей начальных классов, мы определяли, действительно ли, всех ли детей кормят. И когда провели мониторинг, выявили, что именно такая категория детей с пищевыми особенностями зачастую не питается в школах. Почему? У нас не разработано специализированное меню. Мы этот вопрос неоднократно поднимали. И на различных круглых столах, и на заседаниях в общественной палате, и на заседаниях правительства. Этот вопрос поднимался. В связи с тем, что нет такого специализированного меню, зачастую родители в образовательных учреждениях вынуждены отказываться от бесплатного горячего питания. Поэтому и возникла проблема, и возник вопрос о разработке такого меню. Этот вопрос неоднократно поднимался и в правительстве Карачаева Черкесской Республики, и в обсуждениях на различных площадках. На сегодняшний день, я знаю, были даны поручения Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки Карачаева Черкесской Республики как раз о разработке такого меню для такой категории детей. Но я думаю, что вот как идет разработка, я думаю, может, расскажет нам представитель Минздрава. На самом деле, очень актуальный вопрос, очень остро стоящий вопрос, даже можно так выразиться. И Министерство здравоохранения со всей ответственностью подошло к данной теме. В настоящее время наш специалист-диетолог разрабатывает как раз меню, которое мы надеемся утвердить и внедрить уже к первому сентябрю, к началу нового учебного года. Поэтому надеемся, что этот вопрос будет решен. Ну это же будет здорово. Фельдшера подготовленные придут в сентябре, питание для таких деток будет уже доступно. Это здорово. Я думаю, все-таки нужно сказать о том, как важна и детям, и родителям поддержка именно психологического характера. Правильно? Семья с ребенком с сахарным диабетом и родители, и дети, конечно, нуждаются в психологической помощи более других. Ограничения, которые связаны с заболеванием, необходимость постоянных неприятных процедур, необходимость постоянного контроля состояния организма ребенка. Все это откладывает отпечаток на неокрепшую психику ребенка. Поэтому детям и школьного возраста, особенно это касается детей старшего школьного возраста, необходима психологическая поддержка. Дети морально устают. Морально устают ежедневно измерять уровень сахара. Морально устают думать, могу ли я съесть яблоко, потому что перед тем, как съесть это несчастное яблоко. Необходимо измерить уровень глюкозы, необходимо провести подколку инсулина. Многие дети стесняются одноклассников, то есть стесняются лишний раз поесть, стесняются провести инъекцию инсулина. Поэтому для таких детей обязательно необходимо занятие с психологом. Они помогут ребенку адаптироваться, социализироваться в школьной жизни каждого ребенка. Сахарный диабет – это образ жизни, с которым надо научиться жить рука об руку. И ребенок должен жить полноценно жизнью, учиться, общаться, заниматься спортом, иметь друзей, планировать в будущем создать семью, получить желаемую профессию, интересную работу. Все это достижимо, это образ жизни, с которым просто надо научиться жить. Спасибо большое. Мне остается только поблагодарить вас за участие в сегодняшней программе. Я думаю, что очень много полезной, нужной информации сегодня услышали и родители ребятишек, у которых сахарный диабет, и вообще люди, которые страдают таким заболеванием. А главное, наверное, те, от которых зависит дальнейшая жизнь, полноценная жизнь вот таких вот людей, которые, увы, сегодня имеют такое заболевание. Спасибо вам большое. Я желаю от всей души вам и здоровья. И удачи в вашем труде. Спасибо большое. До свидания. Тот, кто совсем недавно прогуливался в Черкесске по парку культуры и отдыха «Зеленый остров», наверняка заметил там новое четырехэтажное здание. Как правило, любопытная человеческая натура тут же задается вопросом, что это за здание, кому оно принадлежит. В данном случае ответ долго искать не придется. Главное бюро – медико-социальная экспертиза Покрачаева Черкесии, Министерство труда России. По инициативе руководителя главного эксперта по медико-социальной экспертизе Покрачаева Черкесской республики Аргунова Зурида Мухамедовна было принято решение переехать в здание, в котором бы могли разместиться все бюро медико-социальной экспертизы, которые на сегодняшний день действуют у нас в республике. Это шесть бюро первичных и экспертный состав главного бюро, а также административный аппарат и все остальные службы нашего учреждения. На сегодняшний день цель эта достигнута. Пандус для подъема и передвижения расположен очень деликатно, под правильным углом. На входе в здание автоматизированная дверная система, которая открывается без лишних физических усилий. Широкий комфортный лифт позволит без труда подняться на нужный этаж, где для всех посетителей обустроенный светлый уютный холл с мягкими удобными диванами и телевизором. Еще одно новшество – на этажах все таблицы с надписями дублируются шрифтом Брайля, рельефно-точечным тактильным шрифтом, предназначенным для письма и чтения незрячими и плохо видящими людьми. Опустим стеснение и скажем, что в данном здании предусмотрены и места общего пользования для людей на инвалидных колясках. Для них туалетные комнаты обустроены широким дверным проемом, отсутствием порожков и сенсорным светом. Очень комфортно будут чувствовать себя в новом здании и те, чей возраст не превышает 18 лет, особенно самые маленькие граждане. Детское бюро предоставит для них уютную, яркую игровую комнату, где они с удовольствием проведут время в ожидании своих родителей или необходимых обследований. Здесь также у нас есть игровая комната, место досуга для них, пока врачебная комиссия экспертная выносит решение. Ну и для всех остальных бюро созданы максимально доступные условия. Главная же цель перестановок слагаемых из шести бюро МСЭ, а проще сказать их объединение, это создание самых комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы они могли свободно в одном здании, может с одной семьи, там несколько инвалидов, кого есть, чтобы они не ездили по разным зданиям и в одном здании могли прийти и все свои вопросы, так сказать, решить. Сегодня хочется обратить внимание на приказ Министерства труда России, который вступил в силу 1 июля 2021 года. Он касается программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, а также порядка составления этой программы. Настоящий порядок устанавливает правила составления программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая и на профессионального заболевания, то есть ПРП. ПРП составляется федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, включает в себя несколько разделов. Это лекарственные препараты, медицинские изделия, технические средства реабилитации, санаторно-курортное лечение, условия труда, обучение, посторонний уход, это медицинский и бытовой, и спецавтотранспорт. В соответствии с новым нормативным документом, ПРП может теперь разрабатываться не только на один год, но и бессрочно. Однако это не коснулось двух разделов – санаторно-курортного лечения и лекарственных препаратов. С чем это связано? Данные разделы в ПРП заполняются в точном соответствии с заключением врачебной комиссии, медицинской организации. И в зависимости от состояния здоровья гражданина, лечение может корректироваться. Это и дозировка, и препараты. К санаторно-курортному лечению могут появиться медицинские противопоказания. И учитывая эти факторы, данные реабилитационные мероприятия могут быть рекомендованы в ПРП только на один год. Также хотелось бы довести до сведения граждан, что раньше в ПРП для внесения исправлений, изменений, необходимо было оформление нового направления на медико-социальную экспертизу. В новом нормативном документе в этой части есть небольшое такое послабление. И теперь для внесения изменений и исправлений в ПРП без оформления нового направления необходимо просто заявление гражданина в бюро, либо его законного или уполномоченного представителя. И бюро сможет внести изменения в связи с изменением антропометрических данных, персональных данных и с целью устранения технических ошибок. Это описка, опечатка, грамматическая либо подобная ошибка, то есть без проведения дополнительной медико-социальной экспертизы. Еще хотелось бы уделить небольшое внимание очень актуальному вопросу, какие все-таки изменения можно внести в ПРА-инвалида и ПРА-ребенка-инвалида без оформления нового направления. Это прежде всего внесение изменений в связи с изменением антропометрических данных, это рост, вес, это прежде всего касается абсорбирующего белья, то есть мы можем поменять просто по заявлению размер подгузников, также количество, если это необходимо. Можем изменить характеристики дополнительные ранее рекомендованных технических средств реабилитации, это кресла-коляски, то есть мы к ним в ПРА указываем дополнительные характеристики, вид спинки, вид угла наклона, ну и так далее. И также в связи с изменением персональных данных мы тоже можем это сделать по заявлению. И также это устранение технических ошибок, как я уже выше говорила. Во всех вышеуказанных случаях без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу по заявлению гражданина, либо его законного или уполномоченного представителя в бюро составляется и выдается новая и ПРА-инвалида, и ПРА-ребенка-инвалида.